Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео я начинаю запись нового вязального влога. Желаю вам приятного просмотра и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok Я тут тихонечко крадусь за кадром и знаете, что хочу вам показать? Ну так как это начало недели, вы наверное не удивитесь, если я вам покажу новую интересную пряжу. И на самом деле в этот раз я хочу показать поистине интересную и необычную пряжу. Во-первых, начнем с того, как она ко мне пришла. Вы просто посмотрите на эту красоту! Мне пришел вязальный бокс! У меня, если честно, никогда такого не было. Мне очень понравилось, как заморочился магазин. Вы просто посмотрите, это очень круто! У меня сразу впечатления уже такие, знаете, как будто там внутри меня прям ждут подарки-подарки. Но я вам говорила про необычную пряжу, что пришло поистине что-то шикарное. Такой пряжи у меня никогда не было и никогда с ней не работало, но очень хотела. А цена на бобины и аналоги такой ниточки просто очень высокая. И я вам сейчас открою этот бокс. Он, кстати, достаточно небольшой, но очень наполненный. И я вам покажу, что же у меня там внутри. Та-дам! Вы просто посмотрите на эту красоту! Та-та-та-та-та! Я сейчас танцевать буду и петь. Я вас опустила немножко пониже, чтобы показать во всей красе, что же у меня тут внутри. Ну, я так понимаю, вы уже видите необычную ниточку. Ни с одной из этих ниточек я никогда не работала, но пришло время. А начнем с того, с какого магазина мне пришла эта пряжа. Эта пряжа пришла мне из интернет-магазина Ярнопт. Этот магазин существует у нас на платформе ВКонтакте, но я заказывала на платформе Телеграм. Я вам обязательно оставлю ссылочку на этот магазин. И, кстати, тут у них даже есть фирменная рулеточка, если вы не поняли по моему говору, как я прочитала этот магазин. Этот магазин специализируется на совместных закупках, на закупках из Китая и на продаже пряжи из наличия. И что самое интересное, у них есть всякие разные боксы, наборы. То есть, если вы захотите купить по приятным ценам пряжу, вы там сможете приобрести супер-вош наборами очень классными. Вам могут подобрать эти наборы. То есть, мне очень понравилось общаться с менеджерами этого магазина. И они мне подобрали даже пряжицу, потому что сама я не могла это сделать, а они мне в этом помогли. Так вот, начнем с того, что у меня здесь внутри была такая миленькая рулеточка. У меня, кстати, это уже третья. Кстати, она достаточно тугая. Либо у меня уже те рулеточки разболтались. Но это прям такая, знаете, как на магнитике как будто бы. Маленькая открыточка. Вот, кстати, информация про магазин. Даже есть номер телефона WhatsApp. Если вам удобнее сделать заказ, будет через WhatsApp. Потому что участились случаи, когда мошенники пользуются положением и пытаются у нас как-то за счет нашей любимой пряжи украсть наши денюжки. Поэтому будьте внимательны и всегда следите, с кем вы общаетесь и кому переводите денюжку. Я вас предупредила. Ну и давайте начнем с самого вкусного. Самое вкусное это вот эта вот бобинка. Я ее так хотела, вы просто себе не представляете. Это хлопок стопроцентный с бусинами. И вы просто посмотрите на этот цвет. У меня просто, я не знаю, у меня это самый любимый цвет. Любимый вот этого цвета у меня, наверное, никакого нет. Это, знаете, холодный, холодный светлый Тиффани. Очень холодный. Я бы его назвала как голубая талая вода или что-то такое. Или как, знаете, как тучка светленькая, приятная. Я, когда увидела эту пряжу, у меня сначала разбежались глаза от палитры. Я вам просто вставлю фотографию и вы увидите, насколько огромная палитра этой пряжи. Эта пряжа производится в Китае. И она продается уже такими готовыми бобинками. Насколько я помню, в одной бобинке тут идет у нас 300 грамм. А метраж я вам подпишу, насколько я помню, 800 метров или 1000 метров. Я вам обязательно всю информацию подпишу. Единственное, что я точно помню, что это стопроцентный хлопок. И они его закупают в Китае. Вы можете поучаствовать в совместных закупках на эту пряжу. Или купить у них из наличия. Я выбирала долго между этим цветом, голубым цветом. Есть цвет Тиффани еще красивый и красивый бежевый. Ух. Я... Лучше давайте не будем про эти цвета, то я побегу еще закажу одну бобинку. Потому что это что-то невероятное. И я уже... Я просто не могу. Я не могу, девочки. Я не могу. Просто я не припомню момент, когда мне пряжа настолько сильно западала в душу. Хочу вам показать, как выглядит ниточка. Соба по себе ниточка смотана из нескольких тоненьких ниточек хлопка. Она очень приятная. Я не знаю, кстати, мерсеризованная это хлопок или нет. Не слишком тонкая. Но я думаю, что я буду вязать либо на тройке, либо на 3,25. И бусины здесь расположены следующим образом. То есть они немножко свободно двигаются. При желании, мне кажется, вы можете даже передвигать их. По полотну, если вас что-то не устроит. Но я обязательно хочу отвязать образец на этой неделе. Потому что я уже представляю себе какую-нибудь футболку лицевой гладью на троечке. Реглан-погон с бусинами. Ох! Как бы не побежать и не начать. Вот я вам говорила как раз таки об этом. Что у меня будут меняться планы в зависимости от того, насколько крутую пряжу я буду получать. Потому что вот я совсем не ожидала. И спешу немножечко, чуть-чуть совсем вас расстроить. Этого цвета у них уже нет в наличии. Потому что я забирала последнюю бобинку. Вот такая вот я наглая Даша. Но я просто не смогла удержаться. Это просто вот что-то невероятное. Далее. Далее тут мне уже помогли. Я попросила подобрать мне какой-нибудь наборчик. Который я потом смогу применить. Либо в вязании аксессуаров. Либо в вязании заполосатить плечевого изделия. И мне предложили пряжу, которая, я так понимаю, эксклюзивно представлена у них в магазине. Особенно вот эту. Потому что в других магазинах ее я не видела. У меня есть... Это, кстати, у меня здесь все. Китайская пряжа. Я вообще... Некоторые говорят, что фу, китайская пряжа. Вообще ни разу. Мне очень интересно. Они делают интересные артикулы. Которые хочется пробовать. Эта пряжа называется Дабай. Я так подозреваю. Называется она... Грит Уайт. Классный белый. Но не думаю, что это название артикула. Как-то немножко странновато. Но допустим. Узнаю поподробнее. Потом вам расскажу. Цвет шестой. И по метражу... По метражу... По метражу... По метражу... А где информацию найти? Ладно. Я вам так скажу. По метражу тут 450 метров примерно. Ну, ладно. Пусть будет 400. На 50 грамм. Обязательно все вам подпишу. Это тонюсенькая ниточка махеровая. С добавлением... У меня даже камера бунтует. Не хочет фокусироваться. С добавлением люрекса. И на люрексе присутствуют еще микропайетки. Мне показали образцы. Как эта пряжа смотрится в образцах. Ну и все. И я потерялась. Я просто подумала о том, что вы представляете, какая паутинка может получиться классно. Во-первых, эта пряжа очень мягкая. Я сейчас приложу ее к шее. Ну, слушайте. Она колется. Немножко паеточки мне только покалывают. А я достаточно чувствительная. Блин, мне нравится. Слушайте. Я попросила подобрать китайский кашемир к этой ниточке. Потому что мне показали просто умопомрачительный образец. Где смешан именно ниточка этой пряжи и ниточка китайского кашемира. А китайский кашемир вот этот. Я про него ни разу не слышала. Я спросила, это похоже на кашемир аурум, с которым я уже работала. Мне сказали, что да. Ну и слушайте. Я вот по ощущениям чувствую, что очень похож. Но, возможно, вот эта пряжа даже более какая-то шелковистая. Очень приятная мягкая ниточка. Та-та-та-та-та. Я так понимаю, цвет 63. Но мне он, кстати, на фотографиях показался как розовое какао. Здесь он просто меланжевый-бежевый. То есть тут холодный бежевый и теплый бежевый смешаны в одну ниточку. Очень красиво. У меня 50 грамм моточки. Вот два 50-граммовых моточка. Их тоже, кстати, я забирала последние, насколько я помню. Да. Потому что мне очень хотелось вот что-то такого бежевого. И я думаю о том, что это будет либо полосы в плечевом изделии, либо я попробую как-то заполосатить, чтобы у меня полосочки вот этого махера были и полосочки вот этого кашемира. Возможно, это будет какая-то жилеточка классная или что-то подобное. Вот я пока думаю, раздумываю. К ней, кстати, идут... Я вам обязательно напишу состав, потому что, видите, на этикетках очень тяжело разобраться, о чем идет речь. К ним идут катушечки. Дополнительные нити, ну, как и ко всей китайской пряже, типа норки, типа кашемира аурум, всегда идет дополнительная ниточка. И вот эти вот ниточки, я, если честно, не знаю, что это такое. Я подозреваю, что это спандекс. Но я не припомню, чтобы я запрашивала его в свой заказ. Возможно, они кладут в каждый заказ. Кстати, да, смотрите, это спандекс, который, я так подозреваю, можно отлично использовать в резинке для носочков. Потому что, смотрите, он выглядит как шерсть. И если вот так вот его подмешать куда-то, мне кажется, будет просто незаметно, как будто с махерчиком каким-то легким. То есть у меня, получается, еще две матушки, две катушки такого спандекса, который, кстати, в тон идеально подходит, и его будет просто незаметно. Тоже, тоже, тоже мне очень нравится. Мне очень хочется все попробовать, если честно, потому что для меня это прям новинка-новинка. И я планирую вот так вот их вместе смешать. Мне кажется, должно получиться что-то просто очень красивое. Возможно, это будет какой-то палантин полосами. Как помните, я из Дундаги делала. То есть у меня уже полет фантазии пошел, потому что как только я получаю какую-то пряжу необычную, с которой я никогда не работала, мне хочется сразу все бросить и начать работать с ней. И чтобы вам потом рассказать. Но так как у нас сейчас лето, я больше настроена на работу с этим хлопком. Потому что, ну, цвет это просто что-то нереальное. И что я вам хочу сказать. Магазин предоставит моим зрителям скидку по промокоду Мурнитка. Если вы напишите этот промокод в личные сообщения менеджерам при заказе. Мне кажется, это отличный подарок и вам, и мне. Когда поддерживают моих зрителей, мне вдвойне приятно получать вот такие прикольные классные ниточки. Вот тут у меня, конечно, какая-то зацепка произошла, но я потом размотаю, посмотрю, когда образец буду отвязывать. Это просто что-то нереальное. Если вам понравилась эта пряжа, мне кажется, после этого видео ее уже там практически не останется. Бегите пока не поздно. Ссылки все в описании и посмотрите эту пряжу, потому что это что-то нереальное. У меня просто слов нет. Хочу уже сейчас отвязать из нее образец. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я очень долго откладывала этот момент, но пришло время разобраться с этой полкой. Видите, у нас сегодня пасмурная достаточно, вы, возможно, плохо видите, но у меня на этой полке огромное количество неперемотанной пряжи. Плюс я нашла в своих запасах неучтенный моток, который у меня долгое время находился в проектной сумке с недовязанным носком. Если честно, я про этот проект даже не понимаю, как я могла про него забыть. Я там отвязывала носки хеликсом, и носки получились маленькие. И, видимо, из-за того, что мне нужно было их распустить, я забросила этот проект и забыла про него. Это красивого чернильного цвета. Правда, она вся грязненькая. Я ее почищу сначала липучкой, а потом перемотаю. Перемотаю в кейк. Это накобоха чернильного цвета, очень красивого. И надо ее применить куда-то, мне кажется, она отлично здесь будет сочетаться. Ее можно даже, кстати, также пустить в плед, который я сейчас вижу, если вдруг мне не захочется вязать темные носки, так как у нас, вы знаете, белый кот. А если белый кот, это значит, что все черные носки у нас под запретом. И мы, наверное, такая странная семья, которые носят белые носки дома. Не в плане того, что мы такие чистюли, а в плане того, чтобы спастись от кошачьей шерсти. Потому что она вот на все носки липнет, закатывается там, ну, постоянно. Потому что лунтик достаточно пушистый кот. Так вот, надо перемотать вот эти вот маленькие клубочки. Вот тут еще что-то остаточки. Вот здесь остатки от Аустермана. Там дальше еще остатков очень много. Надо это все перемотать в кейки и навести тут наконец-то уже порядок. Потому что, ну, меня тяготит, когда на моем таком красивом, уютном месте непорядок. Я сегодня, кстати, даже купила коробку. Сейчас вам покажу, как я с ней опростоволосилась. А говорю я вам про вот эту коробку. Я ее купила сегодня в экспрессе, потому что она мне очень сильно понравилась. И я поняла, что я не смогу без нее жить. Во-первых, мне понравился принт. Во-вторых, мне очень понравилось, что она сама по себе очень плотная. И она достаточно большая. Но так как я не знала точные размеры ячейки, я купила на глаз. Я вообще хотела даже две таких коробки взять в разных цветах. Чтобы одной такой коробкой заменить вот эти две. Потому что я уже показывала, что вот эта уже очень сильно истрепалась. Видите, она прям разваливается в руках. Это тоже из фикс прайса. У меня здесь хранятся мои запасы, моя пряжа. Тут вообще крышка уже давно отлетела. Я вам еще даже в видео в феврале, когда снимала видео про мои запасы и как я храню свою пряжу, я вот думала, что будет идеально заменить вот этой коробкой вот эти две. Ну и что вы хотите сказать? Я хотела разместить это все вот в этой ячейке в стеллаже. Ну не в стеллаже, это, можно так сказать, полка в зале, в стенке. И я хотела разместить это все в этой коробке. Но, как вы понимаете, вот эти коробки хорошо вмещались на эту ячейку. Но, а эта коробка, она слишком длинная. Сейчас вам покажу, как это смотрится, будете надо мной смеяться. Ну а смотрится это все следующим образом. То есть коробка на одну свою треть выпирает из ячейки. При том, что я боялась, что она по высоте не подойдет. Я хотела, точнее по высоте подойдет и я смогу друг на друга две поставить. Вот чтобы вы понимали мой глазомер. Вот так вот я обшиблась и поэтому буду как-то по-другому применять эту коробку. Но я, скорее всего, перемещу ее в свой основной стеллаж, который вы видели в фрагменте до этого. Ну точно она у меня никуда не пропадет и в ней будет храниться также пряжа. В начале этой недели мне удалось побывать на форуме, где я немножечко поснимала вам номера ансамблей народной музыки и народных танцев. Мне было очень интересно побывать, меня отправляли туда от работы и я получила просто незабываемые впечатления. На самом деле изначально я не очень хотела идти, но когда начался концерт, я была просто в восторге. Поэтому хочу поделиться с вами небольшими отрывками этих выступлений. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...